У природы, конечно, нет плохой погоды, но тем не менее, сегодня довольно прохладно и периодически идет дождь. И это остудило пыл горожан выходить на улицу. Тем не менее, городские власти решили, что празднику быть и открыли все площадки, в том числе и уличные. Артсквер, Артарбат, Площадь Победы и набережная реки Увадь работает в полную силу до самого вечера. Получилось не так многолюдно, но довольно весело. У кинотеатра «Современник» разместились сразу две площадки. Обе интерактивные. Первый презентовал клуб ретроавтомобилей. Ивановцам разрешали посидеть в машинах и сфотографироваться. Желающим рассказывали историю каждого экспоната. Наши автомобили здесь представлены ГАЗ-24, три автомобиля ГАЗ-21, один автомобиль ГАЗ-69, один автомобиль ГАЗ-67Б и один автомобиль ГАЗ-2А грузовик, который, вы видите, это в народе полуторка называется. После 9 мая многие экспонаты оказались повреждены. Горожане не очень трепетно отнеслись к чужому имуществу. Поэтому в этот раз, перед тем, как допустить зрителей в авто, проводили инструктаж. «Вообще День города, ну, главный праздник в нашем городе. Ну, скажем так, поскольку у нас город Ткачих, вот этого не хватает у нас сейчас. До того, что было раньше, как с тем размахом он помечался. А так, для меня три главных праздника в нашем городе – это 1 мая, 9 мая и День города». Площадка перед кинотеатром стала территорией семьи. Здесь во второй половине дня прошел парад двойняшек и тройняшек. «Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем в футбол играть. Раз, два, три, четыре, пять. Будем город пославлять». Участие приняли 150 семей со всего региона. Все обязательно в костюмах. «Это такой благотворительный шаг выйти матерям, себя показать своих детей, потому что мамы особенно двойняшек, ну и вообще и многодетные мамы, им сложно очень выбраться из дома с детьми. А у нас такой яркий, интересный, позитивный повод прийти, себя показать и на других посмотреть». «Парад – 19 мая. А раньше мы были пионерами, и День пионерии отмечался 19 мая. Всегда проходил парад. Поэтому мы решили сделать из наших внуков юных ленинцев продолжение молодого Ленина. Это как бы символ. Город Иваново – это город Первого Совета. Это город пионеров, конечно. Город комсомольцев. И как продолжение мы решили стать в этот день пионерами и продемонстрировать это на параде. У нас есть своя речевка». Традиционно больше всех людей собралось в сквере мастеров. Здесь можно было купить сувениры, интересные безделушки, картины и много товаров народного промысла, выполненных руками ивановских мастеров. «Куда мы хочем ходить?» «На набережную. На карусели. Побольше каруселей и развлечений для детей». «Мы были на выставке, здесь были, около цирка были. Все очень красиво, много что интересного. Хочется еще, наверное, в центр, может, еще туда сходим, наверное, на концерт как-то посмотрим». На площади Пушкина прошел концерт национальных диаспор. А вот фестиваль граффити из-за дождя пришлось отменить. «Большинство уличных площадок будут работать до 18.00. А ближе к 22 часам вся городская жизнь сосредоточится на площади Пушкина. Здесь в 22.30 состоится конкурс фейерверков. Участвуют пять команд. Итоги будут подведены этим же вечером. Мы, конечно же, болеем за ивановскую команду. Но добраться до дома труда не составят. Городские власти организовали дополнительные маршруты общественного транспорта». Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.